То есть ставь вот эти бюро, и ты его в середине вырезаешь, потом еще каждому бюро нужно однакую форму взять, то есть это дорогощие выстрелы, а если стрельнуть как черт, то это обложение мы не должны выстрелить, то линия плеч у нас остается параллельно к земле, предплечье, локоть, левую руку, развернутый, вот выстрелы, я подойду первый раз, положение пальца с правой руки на течеве следующим образом, один сверху, два подстрела, при захвате используем только первую флангу. Хватаем замок, хватаем щипком, начинаем тянуть, когда осуществляем тягу, то локоть правой руки здесь вверх, оно как правило в большинстве своем, это более цветной, то есть два одного цвета, особенно если передатки антропометрии, зафиксировали прикладку пальцем, дотронулись, подушечку неподательного пальца, прицелились сегодня, это будем делать, вот сюда сейчас целилась, спокойно отпустили, сделали. А горизонтальный лук можно держать? Можно, в принципе, да, можно. Нет, тут все зависит, что хочется от выстрела, то есть у меня дети спрашивают, а можно стрелять там двумя стрелами, я говорю, ребят, у меня есть видео, где я сижу на стуле, ногой упираюсь в лук. Не, ну это все понятно, я чуть более реальные вещи-то говорю. Она полетит вперед. Я понимаю, спасибо. Если оборонять хельму, упать от орков, то в принципе нормально, если стрелять в спортивном воздействии, то практически нереально. Здесь есть очень много нюансов, которые я смотрю, именно когда лук находится вот так, я про них сегодня вообще не рассказывал, там проют всю тетивую и так далее. Вопрос, ну, то есть там те же монгольские лучники конные, они стреляли вот так, но там задача была попасть в кого-то из вон того войска. Ну то есть там не было задачи попасть княжью конкретно в глаз. А что он указательным пальцем корректирует? Все понятно, читер, блин. Что он там, блин, корректирует указательным? Я вижу, оптический прицел. Глянь, глянь, что-то новое придумал. Он его показывает тебе, конечно. Все, видишь, не прицеливался пальцем, сразу броня.